МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Наринмара, подозреваемого в покушении на убийство. Преступление было совершено накануне 17 ноября в центре города. Потерпевшись, скончался в больнице. 18 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей округа за прошедшие сутки. 6 из них в селе Оксино. Остальные в Наринмаре. От мечты до воплощения. В ноябре отмечается Международный день женского предпринимательства. Как стать самому себе начальником? Успешные женщины-предприниматели поделились с нами секретами развития своей карьеры. 18 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей округа. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в числе заболевших 12 жителей Наринмара. 5 жителей Оксино. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Санкт-Петербурга. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПСР-лаборатории, уровня референс, находится 257 человек. Еще у шести пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 263 человека. Из них стационарное лечение получают 39 человек, амбулаторное – 224. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Наринмара, подозреваемого в совершении преступления, а именно покушения на убийство. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу назначенной экспертизы. По версии следствия, 17 ноября 2021 года днём подозреваемый в ходе возникшего конфликта из-за невозвращенного долга по утверждению подозреваемого нанёс своему знакомому несколько ударов заранее приготовленным гвоздём по голове, причинив последнему своими действиями проникающее ранение головы, после чего скрылся с места происшествия. Мужчина для оказания квалифицированной медицинской помощи был доставлен в лечебное учреждение города Наринмара. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице. Дело принято к производству Наринмарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКРФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. В собрании депутатов состоялись депутатские слушания по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания депутатов Ненецкого автономного округа представили их председатели. Депутатские слушания проводятся в парламентской комиссии по экономической политике и бюджету в соответствии с окружным законодательством. В них принимают участие представители органов власти, прокуратуры и счетной палаты. Согласно закону о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе по результатам рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на депутатских слушаниях вырабатываются депутатские рекомендации. Для подготовки проекта закона о окружном бюджете для принятия во втором чтении и иные рекомендации, подлежащие исполнению в течение очередного финансового года. До парламентских слушаний параметры окружного бюджета были рассмотрены депутатами на заседаниях постоянно действующих комиссий в собрании Ненецкого округа совместно с главными распорядителями бюджетных расходов. Я хочу сказать, что этим депутатским слушателям предшествовала большая плановая системная работа, которая проводилась совместно с администрацией, профильными департаментами Ненецкого автономного округа и, разумеется, с депутатами. Информацию об основных параметрах окружного бюджета на 2022 год и на плановый период на слушаниях представила заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Параметры окружного бюджета на 2022 год составляют доходы 22 млрд 394 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 млрд 674 млн рублей, расходы 24 млрд 533 млн рублей, дефицит 2 млрд 139 млн рублей или 12,1%. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания представили их председатели Наталья Кордакова, Анна Булатова, Матвей Чупров, Александр Чурсанов и Андрей Смученков. Принятые рекомендации по итогам депутатских слушаний будут направлены в администрацию округа. На самом деле, в соответствии с законом о бюджетном процессе, в котором мы в прошлом году приняли, у нас проходят второй раз депутатские слушания. Депутатские слушания прошлогодние, которые были выработаны на предложение, для администрации, для того, чтобы принять между первым и вторым чтением, уже непосредственно в бюджет 2021 года в прошлом году, затем то, что необходимо было проработать непосредственно в течение года при изменении бюджета, а также профильным департаментом на 80% исполнено. То есть, это хорошая форма работы. Полный список рекомендаций будет размещен на официальном сайте Собрания депутатов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Четыре года лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей. Такой приговор вынес Наринмарский городской суд бывшему начальнику Наринмарского территориального отдела Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Преступную деятельность осужденного выявили сотрудники ФСБ России по Архангельской области. По материалам оперативно-розыскной деятельности следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело. Приговор суда пока еще не вступил в законную силу. Дни Ненецкой письменности стартовали в регионе. Это ежегодные мероприятия, нацеленные на популяризацию и сохранение ненецкого языка, культуры и традиций ненецкого народа. Дни Ненецкой письменности в округе проводятся с 2002 года. В 2008 году мероприятие стало традиционным. Ежегодное участие в нем принимают учреждения культуры и образования. Мирность стоит на месте. И сегодня на многих площадках, в том числе международных площадках, очень много внимания уделяется как раз языкам коренных народов. Мне довелось поработать на разных площадках, в том числе на общероссийских, в том числе на зарубежных площадках. И проблемы практически везде одни и те же. Везде надо сохранять, везде говорят, что надо сохранять родной язык, передавать поколениям традиционные знания. Во время проведения в регионе Дни Ненецкой письменности традиционно проходят различные конкурсы, викторины, книжные выставки и фестивали народного творчества. В этом году все мероприятия пройдут с учетом противоэпидемических мер, существующих в регионе. Например, конкурс сочинений «Мой родной язык», «Мое сокровище», тесты на знание ненецкого языка и другие. И очень важно, что в рамках этих мероприятий, которые будут проходить в течение месяца на территории нашего округа, мы должны выявить те вопросы, те проблемы, на которые, в первую очередь, должны в течение следующего года направить свои усилия для решения этих вопросов. Все мероприятия направлены на сохранение и развитие ненецкого языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа. От мечты до воплощения. В ноябре отмечается Международный день женского предпринимательства. Как стать самому себе начальником? Успешные женщины-предприниматели поделились с нами секретами развития своей карьеры. Тему продолжит Наталья Дуркина. Как и все, Светлана была рядовым сотрудником обычной организации, а в качестве хобби делала прически своим знакомым. С каждым разом у девушки все больше появлялось желание перевратить свое хобби в постоянную работу. Мне кажется, что это мое. Я никогда ни разу не пожалела о том, что я ушла из офиса, стала работать на себя, ушла именно в творчество, потому что первоначально я не понимала, как это будет происходить, как можно на этом заработать и как дальше жить. Но все изменилось. Некоторые годами вынашивают мечту стать самому себе начальником, прежде чем она принесет первые плоды. У Светланы же уже было представление о том, что она хочет, какой именно будет дизайн будущего салона. Но были и небольшие трудности, с которыми столкнулась стилист. Это доставка мебели и материалов в Наринмар. Трудности максимум доставляли это. В Наринмаре мало что можно купить. Из мебели, из стройматериала. Поэтому приходилось ждать зимника, заказывать. То есть ремонт продлился какое-то время, даже уже в момент открытия. Светлана Миклина открыла свой салон в ноябре 2019 года. Как раз незадолго до пандемии, которая изменила не только жизнь жителей всего мира, но и осложнила работу малого и среднего бизнеса. Ну, на самом деле, наверное, было бы тяжелее, если бы я была незарегистрированным индивидуальным предпринимателем, если бы я работала на дому. Поэтому поддержку бы я вообще никакую не получила. Но все равно было сложно. Было сложно, потому что студия моя не работала все эти месяцы, когда были закрыты заведения, рестораны, ЗАГСы, свадьбы отменялись. Было очень тяжело. Несмотря на тяжелые ковидные времена, Светлана осталась не только верна своему делу, но и помогала начинающим предпринимателям осуществить свою мечту. Ко мне поступали вопросы, то есть именно интересовались, как я открывала, что по документам, куда я обращалась, какие документы подавала. Такие вопросы, конечно, поступали. Где заказывала, как доставляла. Это все есть. Мы сотрудничаем все. На Ринмаре это не конкуренция. В этом, мне кажется, бизнесе и нет конкурентов. Здесь все должны работать вместе. Где-то мы взаимозаменяем друг друга. История мастера депиляции Ольги Дониско началась еще в 2016 году. Тогда девушка забеременела первой дочерью и стала задумываться о том, как заработать, находясь в декрете. И тогда мне и пришла идея, что нужно овладеть, обучиться чем-то именно для девушек. И тогда я решила, что я хочу заниматься именно депиляцией. Отучилась и пока что принимала знакомых, подружек, сестер и тому подобное. Когда уже клиентская база стала больше, Ольга решила зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и ушла с основного места работы. Открыла свой салон и в команду набрала еще трех мастеров. Дела шли гладко, пока не наступили ковидные времена. Ну, на самом деле, было очень сложно, потому что многие записи отменялись из-за ковида, потому что мы относились достаточно очень серьезно, не принимали людей с какими-либо признаками ОРВИ и ОРЗ. Но вот потихонечку, с соблюдением всех мер, маски, градусники, антисептики, все, что нужно, мы все выполняем. Благодаря стойкости и выносливости мастеров салон выстоял и остался, так сказать, на плаву. В чем секрет? В поддержке самых близких. Для Ольги этим человеком стал муж. Именно он сподвиг ее начать карьеру и стать первым мастером депиляции в Наринмаре. Секрет успеха, наверное, в поддержке. Потому что когда я только начинала, меня поддерживал муж. Муж сказал, что Оля, ты сможешь, Оля, давай, Оля, я все оплачу. Ты только работай, воплощай свою мечту. И даже после появления второго ребенка мне тоже так же помогал очень. В 21 веке женщины-предприниматели полноценные члены бизнес-сообщества. Около трети субъектов малого и среднего бизнеса в России работают под их руководством. В собственном деле проявляется сильный женский характер. Благодаря ему преодолеваются трудности, без которых бизнес сложно представить. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север. Билет в будущее. В Ненецком округе продолжается реализация образовательного проекта, направленного на раннюю профессиональную ориентацию школьников. На территории региона программа работает уже три года. В этом году билет в будущее сортовал 13 сентября учебными занятиями для педагогов. Все они получили статус «Навигаторы». С 16 ноября в регионе начались профессиональные пробы для школьников, которым предшествовали уроки профмастерства. Десятиклассник Джалиль Каримов с будущей профессией не определился. Впрочем, время еще есть. А пока юноша решил стать участником проекта «Билет в будущее». На себе проверить, к чему больше лежит душа. Ну вот я участвую в проекте, потому что мне это очень интересно, узнать что-то новое. Ты еще не определился? Ну да, я еще не определился, с кем я буду. Восьмиклассник Вячеслав Мащенко – еще один участник проекта. Юноша считает, что все профессии важны. Но, например, знания и умения, с которыми сегодня на площадке Ненецкого профтехучилища знакомят школьников, необходимый каждому мужчине. И мне будет интересно посмотреть, что тут будет происходить. Как ты считаешь, нужны такие навыки по сантехнике? Да. Потому что если дома трубу прорвало, то можешь сам сделать без чьей-либо помощи. Помогают школьникам овладеть основами профессионального мастерства учащиеся в профессиональных образовательных организациях, на базе которых проходит обучающий проект. На этой площадке ребята занимаются по курсу сантехника и отопления. На сегодняшний день проходим сантехнику, через неделю будем проходить электрику. Сложно? Нет. Интересно даже. А что бы ты пожелал тем ребятам, которые придут сегодня посмотреть? Ты бы им посоветовала поступать сюда же, получать эту специальность? Ну, конечно, да. Почему? Ну, потому что интересно. Ну, считаю, что для каждого мужчины это интересно. А так, ну и там идет управление домом. Это как бы не каждый год такой набор. Редко. Профессиональные пробы, так называется этот этап проекта «Билет в будущее» проходят на базе трех профобразовательных организаций, социально-гуманитарного колледжа, аграрно-экономического техникума и профессионального училища. Региональным оператором проекта выступает профтехучилище. Волонтерами, так скажем, помощниками здесь на площадке сегодня студенты группы управления многоквартирными домами. У них внутри этой специальности есть две профессии рабочих. Это электромонтаж и как раз по компетенции сантехника отопления, и они сегодня помогают, помогают ребятам освоиться в этой профессии. Ну, а кроме того, это и будущие участники «Велл скиллз», которые будут буквально через две недели. Образовательный проект «Билет в будущее» направлен на раннюю профориентацию школьников, обучающихся в шестых-одиннадцатых классах. Ребята проходят тесты, выполняют прикладные задания. Целью данного проекта помочь обучающимся как можно раньше определиться со своим профессиональным выбором. В задачи проекта входит информирование обучающихся о тех или иных профессиях, выстраивание их профессиональной траектории, диагностирование обучающихся с целью выявления их интересов и наклонностей к той или иной профессии. Всего на образовательной платформе «Билет в будущее» в Ненецком округе зарегистрировано 676 обучающихся. Этап профессиональной пробы, который сейчас проходит в регионе, продлится до 4 декабря. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Гастрофестиваль «Тундра Фест» стартует 19 ноября. В четырех ресторанах на Редмара до 27 ноября пройдет ряд гастрономических мероприятий. В рамках фестиваля у нас запланированы мероприятия, такие как «Званный ужин». Каждый ресторан будет отрабатывать совместно с приезжим шеф-поваром новое меню, либо дорабатывать существующее. И, соответственно, по итогам этой работы совместно будет презентация этого меню в рамках «Званого ужина». Также в этом году пройдет линия гастрономического шоу «Еда не главное». Его трансляция будет проходить на ютуб-канале фестиваля «Тундра». В рамках шоу «Еда не главное» в каждом ресторане у нас будет принимать участник, лидер общественного мнения, просто активный житель. С ведущим они будут готовить блюдо, которое подается в ресторане и которое у нас презентовано будет в гастрономической книге. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.